В разгар зимы очень приятно подумать о летнем отпуске. Продолжаем вспоминать наш любимый Крым и сегодня отправляемся в Херсонес Таврический. Херсонес Таврический – это полис, основанный древними греками на Гераклейском полуострове на юго-западном побережье Крыма. Единственный античный полис Северного Причерноморья, городская жизнь в котором непрерывно поддерживалась вплоть до конца XIV века. На протяжении двух тысяч лет Херсонес являлся крупным политическим, экономическим и культурным центром. Ныне Херсонесское городище расположено на территории Гагаринского района Севастополя и является историко-археологическим заповедником. Херсонес был основан в 424-421 годах до н.э. как древнегреческая колония. Херсонес выпускал свои серебряные монеты. Здесь имелся свой календарь. Позже Херсонес стал находиться в зависимости от Боспорского государства. Затем попал под Римское правление. Римляне реконструировали здесь театр, провели водопровод. После падения Римской империи Херсонес вошел в состав Византии. Упадок Византии привел к упадку Херсонеса. Древний город превратился в небольшое селение рыбаков, а в середине XV века опустел вовсе. Слово Херсонес по-гречески означает полуостров, а таврами называли воинственное племя, населявшее соседние горные местности. За 2500 лет существования у города было несколько названий – Херсон, Сарсона, Корсунь. В 1827 году здесь начались археологические раскопки, которые продолжаются по сей день. Херсонес-Таврический – это уникальный исторический памятник, объект всемирного наследия. Невозможно пройти мимо античного театра. Театр сооружен в III веке до н.э. По назначению использовался до конца IV века н.э. В римский период здесь проходили бои гладиаторов. Театр вмещает до 3000 человек. Театр неоднократно реконструировали. Этот античный театр является единственным в России. Херсонесский колокол отлит в 1778 году в Таганроге из трофейных турецких пушек. В 1803 году был перевезен в Севастополь для строящейся церкви святого Николая. После Крымской войны в 1855 году был вывезен французами в Париж и установлен на соборе Парижской Богоматери. В 1913 году вернулся в Россию. Еще колокол называют туманным. Он установлен на берегу моря, чтобы предупреждать проходящие в тумане корабли о близости скал. Вес колокола – 2500 кг. Как вы знаете, Херсонесс стал оплотом христианства на Руси. В первом веке здесь появляются первые последователи христианства. В 988 году киевский князь Владимир Святославич захватил Корсунь. Тогда так назывался Херсонесс. В Корсуне князь Владимир был крещен. Здесь же состоялось его венчание с царевной Анной Византийской. Затем Владимир Красносолнышко вернулся в Киев и приступил к крещению народа. Согласно этим фактам Корсунь является колыбелью православия на Руси. В Херсонессе Таврическом останавливался и апостол Андрей Первозванный, который путешествовал с проповедями по Крыму. На территории музея-заповедника установлен памятник Андрею Первозванному. Апостол Андрей был первым последователем Христа, проповедующим православие, за что был распят в 62 году н.э. Памятник открыт в 2003 году. Пройдем дальше. Владимирский кафедральный собор в Херсонессе построен по проекту Давида Гримма в месте, которое считается одним из тех, где в 988 году был крещен киевский князь Владимир. Храм был освящен в 1891 году. Восстановлен из полуразрушенного состояния в 1990-х – начале 2000-х годов. Собор возведен в неовизантийском стиле. Его строительство велось за счет пожертвований. Во время Великой Отечественной войны Владимирский собор был дважды поврежден. Перед отступлением немцы взорвали здание собора. Сохранилось всего лишь две трети строения. Немцы складировали те экспонаты музея, которые планировали вывезти с территории Херсонесса Таврического, но осуществить запланированное захватчиками не удалось, так как 9 мая 1944 года Херсонесс был освобожден. Херсонесс – это еще и замечательный музей под открытым небом. Здесь представлены раннехристианские мозаики. Античная мозаика развивалась от несложных узоров, выложенных черной и белой галькой, до сложных и изысканных цветовых композиций. По белому фону выложен растительный орнамент. Трастные контурные линии листьев заполнены желтой мозаикой. В Херсонессе есть базилика в базилике – средневековый храм, построенный на руинах первого раннего христианского храма. Первый храм, Большая базилика, был построен в VI веке во время правления византийского императора Юстиниана I Великого. В этом храме много интересных мозаик. В Херсонессе вы можете посмотреть и древнюю керамику. В Херсонессе можно просто посидеть на берегу моря и полюбоваться прекрасными видами. Херсонесс действительно очень интересный и красивый город, достойный того, чтобы его посетить. В Херсонессе Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok